2021 год оказался богат на самые разнообразные инди-проекты. Талантливых независимых игр вышло так много, что мы решили не ограничиваться лишь тремя номинантами. В этот раз инди-года насчитывает целых пять призовых мест, причем на двух из них разместились игры русскоязычных разработчиков. Сказочная ведьма Волшебство волшебством, но незнание законов физики никого не освобождает от ответственности. Нойта подкупает не столько тотальной разрушаемостью окружения, сколько глубиной, простором для самовыражения и масштабами. Количество возможных комбинаций заклинаний ограничено исключительно фантазией игрока. Таинственное подземелье становится все опаснее с каждым пройденным этапом, а тщательно спрятанные секреты постепенно приобретают по-настоящему глобальный размах. Изучать мир Нойта и экспериментировать с ее механиками можно сотни часов напролет, но ей всегда будет чем удивить. Правда, наслаждаться процессом порой бывает очень непросто. Нойта бросает игроку категорически несправедливый вызов. Практически любой забег рано или поздно скатывается в сущий хаос, а игровой процесс включает в себя столько переменных, что контролировать их попросту невозможно. Тем не менее, если вам нравятся эксперименты с реалистичной магией, и вас не пугает перспектива часто терять прогресс по нелепой случайности, Нойта может стать настоящим подарком. Дэниел Муллинс, подаривший миру Пони Айленд и The Hex, известен своей любовью разрушать четвертую стену, обманывая ожидания игрока в самый неожиданный момент. Его новый проект Inscryption в этом плане не изменяет почерку автора, но в то же время предлагает нечто, чего в творчестве Муллинса раньше никогда не было, затягивающий, неожиданно интересный геймплей. Inscryption запирает игрока наедине с маньяком, который предлагает сыграть в странную карточную игру. Победителя ждет награда, а проигравший станет очередной жертвой нелюдимого безумца. Правила довольно просты, так что по глубине механик Inscryption не дотягивает до эталона колода строительных roguelike. Однако игра сполна компенсирует этот недостаток невероятной работой с антуражем. Каждая деталь от визуала до музыки работает на погружение в атмосферу ночного кошмара, а механики и нарратив мастерски связаны в тугой клубок интриг. Посиделки в мрачной хижине настолько впечатлили публику, что многие игроки восприняли неизбежный для Муллинса поворот повествования в сторону всяческой меты как излишество. Дескать, в этот раз все и без философских изысканий на тему медиа было хорошо. Незачем ломать то, что и так прекрасно работает. Претензия отчасти справедливая, однако Inscryption все равно сумеет удивить вне зависимости от того, что вы ищете – хорошую карточную игру или произведение постмодерна. Отечественный роуглайк с непрямым управлением. Loop Hero – настоящая ода минимализму. Маленький пиксельный воин наворачивает круги по бесконечной дороге. Вокруг сплошная пустота, но каждый пройденный круг помогает герою вспомнить новые детали окружения. Вот из темноты вырастает дремучий лес и мрачное кладбище. На горизонте появляется горный хребет. А среди болот материализуется логово вампиров, которые не прочь полакомиться жителями ближайшей деревни. Чем больше таких воспоминаний оживает на пути, тем сложнее герою будет завершить очередной круг. Каждый новый штрих – это не только новая угроза, но и новый шанс стать сильнее. Остается лишь найти золотую середину и построить правильную полосу препятствий. Достаточно прибыльную, чтобы герой набрался опыта и полезных предметов, но не настолько опасную, чтобы он погиб на полпути. Loop Hero выжимает максимум из этой простой концепции. В игре нашлось место и созданию билдов, и хитроумным комбинациям воспоминаний, и вполне себе неплохому сюжету. Диалоги и саундтрек так вообще на удивление хороши. Черная книга покорила сердца геймеров, причем не только русскоязычных, благодаря невероятной работе авторов с древнерусским фольклором. В исполнении студии «Мортежка» народная музыка, языческие обряды и чудища из детских сказок оживают как никогда прежде, а Пермская губерния ощущается совершенно магическим местом, до боли знакомым и абсолютно чуждым одновременно. Антураж древнерусской глубинки и мрачный славянский фольклор идеально дополняют крепкий центральный сюжет о начинающей ведьме, которая пытается вернуть погибшего возлюбленного к жизни. К тому же во время путешествия героиня постоянно сталкивается с другими интересными историями. То на пути возникнет рыбацкая деревенька, где по улицам разгуливают утопленники, то черт предложит сыграть в карты на чью-нибудь грешную душу, то сам дьявол объявится в ближайшем лесу. Отличный нарратив и детально проработанный карточный движок Black Book настолько хорошо сочетаются друг с другом, что познакомиться с игрой стоит даже в случае, если вы не слишком любите славянскую мифологию. The Forgotten City оказалась, пожалуй, самым неожиданным открытием года. Пользовательский мод для The Elder Scrolls V Skyrim, доработанный до масштабов самостоятельной игры, смело можно назвать одной из лучших детективных головоломок в жанре. А по совместительству еще и самой проработанной истории о путешествиях во времени из всех, что выходили в последние несколько лет. В The Forgotten City все вращается вокруг сюжета. Здесь практически нет сражений или головоломок, нет прокачки или других ролевых элементов. Но сценарий написан настолько качественно, а небольшой открытый мир кажется столь насыщенным, что ничего, кроме диалогов и исследования города игроку, и не требуется. Трогательные истории жителей, запоминающиеся персонажи, любопытная интрига, тщательно проработанное окружение и настоящее детективное расследование. Нелинейное, запутанное, позволяющее допустить ошибку, увлекают похлеще любых боев. Пускай игра и не изобилует геймплейными механиками, а техническая сторона оставляет желать лучшего, приключение запомнится надолго. Для многих ушедший год наверняка оказался непростым, но отрадно видеть, что сфера инди-игр продолжает развиваться и расти даже в условиях пандемии. Остается только надеяться, что в будущем нас ждет еще больше ярких, независимых проектов. Их никогда не бывает слишком много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова